Славной традиции рождественских встреч уже 7 лет. Зародилась она еще в старом здании детской школы искусств. А с открытием нового проводить эти мероприятия стало комфортнее. Большая сцена, профессиональное музыкальное оборудование, свет – все это позволяет сделать выступления красочнее и масштабнее. Конечно, в этом году из-за пандемии зрителей, да и участников меньше, чем обычно, но праздник удался. Каждый год у нас проходит совершенно по-разному освещение. У нас была сказка о красоте, у нас был просто рождественский обряд, у нас была библейская история. Каждый год меняется сценарий, но вот сегодня почему-то нам захотелось, может быть, потому что мы все сидим по домам, и может быть, потому что мы не можем никуда поехать, мы решили рассказать вот сегодня немножечко о других странах. Не покидая стен школы искусств, зрители побывали почти во всех уголках земного шара. Армения, Китай, Италия, Ирландия, даже далекая Мексика, и традиции празднования Рождества в этих странах. Открылся концерт известным музыкальным произведением «Авы Мария». Участница ансамбля Анна Голева признается, что это одна из самых трогательных мелодий, и скрипка прекрасно передает все ее оттенки. Вообще, этот музыкальный инструмент – давняя любовь девушки. Когда в первый раз была маленькая, ходила на концерт, увидела, понравилась, услышала музыку, захотела. Было прям такое желание, трясла маму, чтобы отвела. Отвела. Не пожалела в выборе, довольна? Не, не пожалела. В программе 27 номеров показали свои таланты более 90 юных участников, среди которых воспитанники всех четырех отделений дышей – хореографического, музыкального, изобразительного и театрального искусства. Виктория Ушакова в течение всего выступления с легкостью держала внимание зала. Девочки всего семь, но планы очень масштабные. Мечта – стать хорошей актрисой. Рождественские встречи стали своего рода отчетным концертом по итогам первого полугодия. Для ребят это отличный творческий импульс на их пути к музыкальному Олимпу. Китаянка Гао Тун занимается в Дэши по классу фортепиано, а дома с мамой совершенствует владение китайским народным инструментом гуджен. Принять участие в концерте для нее большая радость, ведь Рождество – один из ее любимых праздников. Для нас это семейный праздник, и мы всегда ждем его. Руководство детской школы искусств уверено, что проводить рождественские встречи будут и дальше, и еще ни одно поколение учеников сможет принять в них участие. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова